Так, перед вами у нас ворона Феникс. Сейчас на примере этой вороны мы с вами разберем, как определять травму или перелом на крыльях. Итак, допустим, у вороны есть травмированное крыло. В первую очередь, как это можно понять, что травмированное? То есть, соответственно, оно не висит, либо не располагается за спиной так, как в норме должно лежать. То есть, два крыла должны быть симметричны, плотно прилегать, ни одно из них не должно не провисать, тем более не болтаться. Итак, как определить на крыле место травмы? Для этого вам нужно будет слегка выпрямить крыло, проверить подвижность суставов. Запястный сустав можно проверить вот таким вот движением, положив палец на сустав, полсгибать и полразгибать. Подвижность суставов говорит о том, что сустав не травмирован. Косточки вы можете проверить, пальпируя их, соответственно, и рассматривая. Нет ли каких здесь покраснений, посинений, позеленений, то есть подкожных каких-либо гематом. Далее смотрим локтевой сустав. Локтевой сустав, вот он здесь вот, вот в этом месте, вот здесь вот он расположен, локтевой сустав. Вот в этом месте, соответственно. Здесь тоже осматриваем, во-первых, можно слегка намочить обычной водичкой, осматриваем кожу в месте, где у нас как раз проходят кости локтевая и лучевая косточки, проверяем метрик этих бугорков, припухлости, посинений, позеленений и так далее. Проверяем подвижность сустава. То есть палец располагаем чуть выше, то есть ближе на плечевую кость и делаем вот такие разгибательные движения. То есть разгибаем сустав, соответственно. Проверяем подвижность, соответственно. Далее. Плечевой сустав. Мы смотрим кожу плечевого сустава, раздвигая вот здесь вот оперемот. Как раз здесь у нас расположен плечевой сустав. Смотрим то же самое. Нет никаких покраснений, уплотнений, увеличений, либо там, может быть, подкожный гематом. Плечевой сустав определяем приводящими и отводящими движениями. То есть берем за плечевую кость одну нижний край плеча и верхний край плеча. То есть один указательный палец кладем на плечевой сустав. И делаем приводящий вверх, вперед, назад. И также вверх, вниз, вверх, вниз. То есть проверяем подвижность сустава. Сустав должен быть подвижным. Таким образом мы проверяем оба крыла. И вы всегда сравниваете здоровое крыло с больным. Нам это позволит локализовать именно место травмы или место перелома. Вот таким образом проводим осмотр при подозрении на травму или перелом крыла у серой вороны. И в принципе одинаковый для всех птиц и попугаев. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok